С выходом новой игровой системы Game Boy Advance Доминирование Nintendo на портативном рынке продолжит Консоль быстро захватила лидерство, не оставив ни шанса карманным системам от сторонних компаний Множество интересных игровых проектов, необычный дизайн и возможность воспроизводить трехмерную графику быстро приковали внимание игроков Однако, как и в случае со своей прошлой линейкой Game Boy, Nintendo не стали останавливаться на достигнутом и выпустили в 2003 году ее обновленную версию с приставкой SP Изменений оказалось настолько много, что для неискушенного игрока может создаться впечатление, что первая и вторая версии совершенно разные системы В первую очередь преобразования коснулись внешнего вида Привычный моноблок сменился на новомодный по тем временам стандарт раскладушки и стал более напоминать оригинальный Game Boy Также в привычном порядке расположились и органы управления Крестовина клавиши A и B, а также Select и Start находятся на своих привычных местах Между ними можно видеть решетку динамика, которая в этот раз пальцами не перекрывается В качестве дополнительной клавиш на лицевой панели можно видеть активатор подсветки Который в более поздней версии сменили на активатор яркости подсветки На правой боковой грани расположили регулятор включения консоли На левой можно видеть регулятор громкости, который в отличие от крутилки в первой версии Game Boy Advance заменили на ползунок Шифты L и R остались на своих стандартных местах на задней грани Здесь же расположили разъем питания, совмещенный с возможностью подключения дополнительных устройств Рядом можно видеть X-Station порт для подключения разной периферии и два отверстия для ремешка Самым заметным изменением новой консоли стал конечно же экран В отличие от первого Game Boy Advance играть в который можно было только при внешнем освещении Здесь подсветка была внедрена уже в само устройство Однако разработчики совершили ошибку Первые модели консоли имели матрицу с передней засветкой Отчего экран казался достаточно тусклым Но имел возможность отключения подсветки Что преодолевало срок службы системы почти в два раза с 10 до 18 часов Более поздние версии консоли имели уже заднюю подсветку экрана Которая стала значительно ярче оригинальной Но лишала игрока возможности ее отключить Яркость можно было только уменьшить Сам же экран оставался в своих прежних габаритах Диагональю 74 мм и разрешением 240х160 пикселей С возможностью воспроизводить до 32 тысяч цветов Как и свой предшественник, SP-версия имела встроенный процессор Z80 И могла воспроизводить игры с ранних версий Game Boy За цветовую палитру отвечала крестовина и клавиши A и B При помощи которых можно было выбрать интересные оттенки при старте игры Самым заметным изменением Game Boy Advance SP стало наличие встроенного аккумулятора на 600 мАч Теоретически позволявшего играть на протяжении 10 часов с подсветкой И 18 часов без подсветки Ну и конечно же возможность перезарядки и отдельный блок питания Чего так не хватало в прошлых Game Boy Самым заметным недостатком новой системы стало отсутствие порта под наушники В Nintendo посчитали, что в этом нет необходимости Тем не менее сделали комбинированный порт питания и переходник на миниджек Который необходимо было приобретать отдельно Это невнятное решение отсекало возможности одновременной зарядки консолей и прослушивания игры через наушники Теперь вспомним немного из истории Game Boy Advance SP Разработка консоли началась практически одновременно с выходом оригинальной Game Boy Advance И велась втайне от руководства Nintendo За основу был взят концепт набирающий популярность в телефонов раскладушек Сотрудники компании для начала проверили тестовую модель в действии И получив хорошие отзывы от знакомых, решили показать консоль Сатору и Вата Руководитель компании не сомневался в успехе нового творения своих подопечных Однако с названием были проблемы Впервые новый Game Boy Advance был представлен миру в начале 2003 года На выставке Consumer Electronic Show Представленная модель имела приставку DX Что может говорить о том, что в компании еще не приняли решение с новым названием Подзаголовок SP появился немного позже и обозначал Special версию консоли Game Boy Advance SP стал не менее популярным, чем его собрат В день выхода в Японию 14 февраля в магазинах выставились огромные очереди Все портативки были проданы за 4 часа Однако вскоре в Nintendo осознали ошибку в установке экрана слабой яркости Использовать который можно было разве что в затененном помещении И начали готовить обновления Разработка новой версии велась параллельно с третьей модификацией Game Boy Advance С подзаголовком Micro Консоль должна была стать самой маленькой в линейке и готовилась на замену SP Выход обновленной версии с ярким экраном прошел достаточно тихо Nintendo не стали заострять внимание на SP версии, готовя к выходу третий вариант Game Boy Advance Micro И старались привлекать аудиторию к ней Однако новая консоль впоследствии не удостоилась столь же заметного успеха И уже через год производства и продажи SP версии были продолжены Вытеснив с собой Game Boy Advance Micro Одновременно с этим Nintendo умудрились выпустить и новое поколение портативок Nintendo DS Создав на рынке своих систем сразу несколько вариантов для покупателей Интересно, что обновленный Game Boy Advance SP под номером AGS-101 По какой-то причине так и не появился в Японии Зато в остальном мире он был встречен с большим успехом В нашу же страну Game Boy Advance SP AGS-101 попал через Китай Если приглядеться на многих российских версиях консоли, можно заметить странный логотип iQui Это название китайской компании одного из филиалов Nintendo, производивших оригинальные SP под своей маркой Для линейки Game Boy Advance было создано немало периферийной продукции В частности, в моем наличии имеется вот такая небольшая лампа подсветки экрана Что можно подключить в экстеншн-порт консоли Подсветка, конечно, не супер, но вполне подойдет, чтобы поиграть в темноте В качестве дополнения был также и соединительный кабель, благодаря которым можно объединить несколько консолей и застыковать Game Boy Advance с GameCube Использовав таким образом портативку в качестве геймпада или устройство, расширяющее возможности в играх Однако самым полезным, на мой взгляд, дополнением стала карта памяти Хотя функционал ее все же был не широк Memory Stick применялась для копирования файлов сохранения с картриджа и последующей его установкой в другой картридж Ведь съемной карты памяти, как таковых, у консоли не было, а весь прогресс записывался непосредственно на картридж Который для этого оснащался батарейкой Чтобы войти в меню, необходимо с установленной картой памяти и картриджем зажать Select и Start и включить консоль Мы попадаем на синий экран, где нам представлено 5 пунктов Первый – файловый менеджер, где можно посмотреть хранящееся сохранение Второй пункт – SMS SMS Copy позволит скопировать информацию с картриджа и на карту памяти, и наоборот Третий пункт позволит посмотреть информацию о картридже Четвертый – форматирует карту памяти Пятый – запускает игру с сохранением из карты памяти Вот, в общем-то, и вся информация по данной портативной системе Game Boy Advance SP стала самой популярной в своей линейке За годы существования было продано около 42 миллионов экземпляров Что является половиной общих продаж всех версий Game Boy Advance Не мудрено, что сегодня именно эта портативка чаще всего встречается на Авито И купить её не представляется проблем Картриджи на консоль также ходят в быту и продаются в магазинах Ну а уж интересных игр здесь можно найти немало Так что если решите приобрести себе что-то подобное, сейчас лучшее время Ну а у меня всё, всем пока и до новых встреч Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»